Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время», 26-й выпуск. На этой неделе случилось много всего разного и разнообразного. Но есть в нашем мире и вечные ценности, стабильность. Ну, по крайней мере, за последние три года. Это стабильно плохие отношения между Кремлем и НАТО, между Россией и странами Балтии. На улице весна, а политики по-прежнему готовятся зимовать и укрепляют свои армии. Армия по-латышски так и будет. Армия по-эстонски – кайцевяги. У литовцев – корёмины. В общем, народы корёмины едины. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Пришёл, увидел, разместил. НАТО перебрасывает страны Балтии, технику и солдат. А скоро прибудет ещё 250 голландских солдат. Служить бы рад. Почему большинство призывников в эстонской армии – добровольцы? И вот сам решил прийти. Всё под контролем. Латвийские власти включили телеканалы в список национально значимых предприятий. Государство не является самым плохим владельцем, к примеру. Сообщения о развертывании той или иной группы войск в Польше, Румынии, Болгарии или в странах Балтии мы сегодня слышим практически ежедневно. НАТО перебрасывает в Восточную Европу свои тактические батальонные группы с явным опережением графика. В Литву ранее прибыли 400 военнослужащих из Германии и 200 единиц боевой техники – от танков до гаубиц. Также добралось до Литвы подразделение бельгейцев – 100 солдат. А на прошлой неделе подтянулось и сотня голландцев. В порту Клайпеды сейчас идёт разгрузка вооружения. Общая численность такого батальона в Литве – 1200 военнослужащих. Командование будет осуществлять Германия. В Эстонии главная ударная сила – это британцы. Первая группа из 130 английских солдат уже разместилась в городке Тапа. По морю начинает прибывать их боевая техника – танки, БМП, бронетранспортеры, самоходные пушки. На прошлой неделе прилетели французы – полсотни морских пехотинцев из 300. А на этой неделе подъехал и их первый эшелон с армейской автотехникой. В следующем эшелоне будут танки «Леклерк». В первую очередь мы здесь с одной целью – защитить Эстонию вместе с эстонской армией. Это операция НАТО. Мы укрепляем совместную оборону. Батальон в Эстонии также состоит из 1200 военнослужащих. Полностью он развернется в конце апреля. Здесь командуют офицеры Соединенного Королевства. Аналогичный сводный батальон будет сформирован и в Латвии под руководством Канады. Помимо канадцев, в подразделения быстрого реагирования войдут солдаты из Италии, Албании, Польши и Словении. Для одной стороны расширение НАТО – явная провокация. Для другой – гарантия безопасности. Но это все эмоции. А как ситуация выглядит по факту в цифрах? Мы с журналистами новой газеты «Балтия» всю неделю изучали вооруженные силы Литвы, Латвии и Эстонии. Хотя данные лежат в открытом источнике. Свою современную историю вооруженные силы Балтийских республик ведут с 1991 года с момента фактического обретения независимости. Первые подразделения комплектовались добровольцами. Потом армии перешли на воинский призыв, но добровольческие части остались и вошли в состав национальных вооруженных сил. В эстонской армии – это союз обороны «Кайцаэлит». В нем 25 тысяч военнослужащих. В Латвии – национальная гвардия «Земесардзе», где служит 8 тысяч человек. В Литве – добровольческая сила охраны края – 5 тысяч добровольцев. На сегодняшний день система призыва в неизменном виде сохранилась только в Эстонии. Призываются мужчины от 18 до 27 лет. Женщины – только по желанию. Срок службы – от 8 до 11 месяцев. Воинский призыв – это не всеобщая воинская повинность. Берут не всех. Каждый год устанавливается определенная квота на призывников. Кому послать с повестки, решают в Департаменте оборонных ресурсов. Учитывается возраст, образование, состояние, здоровье. В 2016 году службу в армии обороны Эстонии прошли 3200 призывников. Литва свой воинский призыв отменила в 2008-м, но в 2015-м после крымских событий вновь вернула. Здесь тоже нет всеобщей воинской повинности. Армии требуется ограниченное число призывников из мужчин в возрасте от 19 до 26 лет. Срок службы – 9 месяцев. Предпочтение отдается добровольцам. Остальных выбирает компьютер с помощью простой жеребьевки. После чего специальная комиссия окончательно распределяет новых солдат по воинским частям. В 2016 году службу в войске литовском прошли 3000 призывников. Латвия отказалась от системы призывников в 2007-м и с тех пор его не возобновляла. Основа вооруженных сил в каждой из трех балтийских стран – это профессиональные военные, которые служат по контракту. В 2016 году численность профессиональных военных в латвийской армии составила 5000 человек, в литовской – 8660, в эстонской – 3300. В структуру вооруженных сил включены резервисты, те, кого армия мобилизует в случае военной угрозы. Резервисты обязаны время от времени проходить военные учения. Эстонский военный резерв – 60 тысяч человек. Резервистами числятся все те, кто отслужил в армии по призыву. В Литве резерв также формируется из призывников. Пока в нем 4,5 тысячи человек, так как призывать стали совсем недавно. В Латвии 7 тысяч резервистов – это бывшие военные или добровольцы. Таким образом, сегодня численность войска литовского, учитывая профессионалов и призывников, 12 тысяч военнослужащих. Вместе с добровольцами и резервистами – 22 тысячи. В национальных вооруженных силах Латвии под ружьем 5000 контрактников, а с резервами – 20 тысяч. В армии обороны Эстонии – 6,5 тысяч солдат. Но учитывая резервистов и добровольцев, получается внушительное по местным меркам соединение – 91 тысяча военнослужащих. К этому надо добавить размещенные в странах Балтии батальонные тактические группы НАТО – примерно 3,5 тысячи солдат. Получается общая численность всех войск в регионе со всеми резервами – 137 тысяч человек. Для сравнения, в западном военном округе России, который граничит со странами Балтии, служит более 400 тысяч военнослужащих. Большинство европейских армий сегодня профессиональные, то есть служат в них контрактники. Система всеобщего призыва осталась разве что в бывших советских республиках – в Украине, в Белоруссии и в России. В Литве и в Эстонии, как мы видели, промежуточный вариант. Там соотношение призывников и профессионалов – 50 на 50. Как живется нынешним солдатикам? Мария Андреева инспектировала эстонские вооруженные силы. Эстонская военная база в Выру похожа на студенческий городок. Живописное место вокруг леса, несколько аккуратных кирпичных зданий, футбольная площадка, стоянка для велосипедов. Сбивают с толку высокий забор по периметру и КПП. Младший лейтенант Яника и лейтенант Мико строго-настрого запретили снимать пропускной пункт из здания штаба. Это важные стратегические объекты. А вот посмотреть казарму, как живут эстонские солдаты – без проблем. В каждой комнате по 20 человек. Кровати стоят вплотную, довольно тесно. Зато шкафы большие. Призывники в них могут хранить не только армейские, но и личные вещи. Телефоны и компьютеры, например. Пользоваться гаджетами разрешено, но только в пределах комнаты. В свободное время можно спуститься в спортзал. Правда, свободного времени, рассказывает лейтенант Мико, мало. Распорядок в части расписан поминутно. Подъем в 5.45, потом зарядка на улице, бег, отжимания, растяжка. После этого завтрак. С 8 утра до 5 вечера с перерывом на обед идут занятия. Лекции в классах, тренировки, учения. Потом свободное время или уборка помещений. Ужин, душ и ровно в 10 вечера – отбой. Интересно, чем кормят солдат. Нас ведут в столовую. Через час – обед, и на кухне кипит работа. В ежедневном меню суп, свежие овощи, мясо, гарнир и десерт. Для вегетарианцев или людей с аллергией готовят отдельно. Но сегодня большинство призывников обедают в поле. У батальона учения, и на базу солдаты вернутся поздно ночью. Учения проходят каждую неделю. На этой по плану призывники отрабатывают навыки защиты боевой колонны. Мы делимся на две команды. Одна прячется в лесу и атакует конвой, а вторая команда должна ответить на нападение и очистить лес от врагов. Главное, чтобы нападение было внезапным, говорит командир. Это же тренировка. Побегать приходится как следует. Сначала гнать врага по лесу километра четыре, а потом еще догонять свои грузовики. Короткий перекур и все заново. Этим ребятам в основном по 18-19 лет. Большинство добровольцы. Как Александр, пришел в армию сразу после школы. Терпеть и ждать, пока там позовут. И сам не сможешь выбрать, куда ты хочешь. И вот сам решил прийти. В эстонскую армию уберут не всех. Есть квота около трех тысяч человек в год. Отбирает солдат-срочников специальная комиссия. В первую очередь добровольцев. Они могут начать службу в 18 лет. А тех, кого призвали по повестке, с 21 года. Александр считает, что чем позднее наденешь военную форму, тем труднее будет привыкнуть к новому образу жизни. И хотя служит всего 11 месяцев, армия – особый этап в жизни. Дома, как и многих, Александра ждет девушка. И он надеется, что дождется. Служить ему еще три месяца. Летом его отправят в запас, а осенью Саша планирует поступать в университет. Специальность, правда, еще не выбрал. Надо подумать после отбоя. Мария Андреева, Данил Жилинский. Балтия неделя. С нами на связи легендарный офицер-полковник Дайнис Турлес. Тот самый, что выводил 40-ю армию из Афганистана. Он был начальником оперативного отдела. А позже – главнокомандующим вооруженных сил Латвии. Господин полковник, добрый вечер. Добрый вечер. Каков, на ваш взгляд, сегодня градус противостояния между НАТО и Россией? Как вы оцениваете ситуацию? Ну, я уже не молодой человек. На своем веку, в том числе и военного человека, пережил и холодную войну, и горячую, и напряжение, и ослабление. Надо сказать, что на сегодняшний день ситуация не является успокаивающей и было бы очень наивно думать, что накапливание вооружений остужает температуру напряжения. Это то же самое, что подбрасывать дровички костер с надеждой, что, может быть, он потухнет. Ну, вот такая ситуация сегодня и в противостоянии таких глобальных игроков в мире. Но при этом никто из политиков все-таки не верит в возможность противостояния с Россией. Успокойте наших зрителей. Вот тут-то и выдвигаются на первый план те политики, которым народы возлагают ответственность на принятие решений. И осуществление этих решений от них зависит, каким путем мы будем развиваться. Как добрые соседи, как цивилизации, которые строят свои отношения именно как цивилизации, а не как варвары. От этого зависит и благосостояние, и благополучие каждого индивида. И надо сказать, что народы в целом здесь играют решающую роль. Ибо они в демократическом государстве выбирают своих лидеров, которые потом их кидают или на путь вооружений и кровопролития, или на путь созидания и кропотливого, и не менее ресурсопотребного процесса строительства мира. Такое вот мнение это был полковник Дайнис Турлес, офицер-афганец, в прошлом командующий латвийской армии. Спасибо. Спасибо. Далее в программе ноу-хау от латвийского правительства. Как правильно работать со СМИ. Новость одной строкой. Сейм Латвии пересмотрел закон о национальной безопасности коммерческих обществ. Считается, что вот такие новости вызывают у зрителя смертельную скуку. На самом деле это потрясающе интересная история. Сейчас поясним. Депутаты Сейма не без основания решили, что ряд предприятий страны исключительно важен для национальной безопасности. И если власть эти предприятия не сможет контролировать, то Латвии грозит беда. В качестве примера рассказывается об энергетических компаниях, например, «Латвия с газа». Ну действительно, как жить без электричества? Проблема лишь в том, что «Латвия с газа» была приватизирована, и ее владелец теперь планирует компанию перепродать. Частная собственность при капитализме священна, и никто хозяину не указ. И вот тут депутаты Сейма придумали, как обмануть рынок и капитализм. По новой редакции закона о коммерческих предприятиях, если какое-то из них будет признано национально важным, то владелец все свои действия обязан согласовывать с правительством. И правительство будет решать, кому бизнесмен может продавать свои активы, а кому нет. Иными словами, власть намерена проверять покупателей и продавцов на лояльность. Пикантность ситуации в том, что в список национально значимых предприятий Сейм включил все крупные телеканалы Латвии, среди которых большинство независимые. Это ЛТВ-1, ЛТВ-7, РТВ, Рига-ТВ-24, ТВ-3, ЛНТ и ПБК. Первый балтийский канал. Подоплека понятна. А вдруг учредитель такого телеканала решит продать его потенциальному противнику? С другой стороны, налицо государственное регулирование СМИ. Или нет? Разбиралась Ольга Шатина. Все началось с антимонопольных реформ Евросоюза. С 1 апреля транспортировать, хранить и продавать газ в Латвии должны разные компании. Монополистом «Латвия с газа» владеет бывший премьер. Конечно, он заинтересован в том, чтобы разделить бизнес с надежными людьми. Он, по слухам, и намекнул бывшим коллегам по кабинету министров, что законопроект о государственном влиянии на важные корпорации надо бы принять до конца марта. Поправки к закону о национальной безопасности представили и приняли почти экстренно. Парламентская оппозиция не в силах блокировать закон выразила дежурная ФЭ. На то, что в список коммерческих предприятий государственного значения включили телевизионные каналы, внимания никто не обратил. Существуют риски того, что какие-то предприниматели, приближенные к правительству, сами захотели внедриться в газовую сферу на рынок электроэнергии и пытаются такими способами избавиться от конкурентов. Видя, что в этой ситуации две правды, мы приняли решение воздержаться при голосовании по данному законопроекту. Аналитики сходятся на том, что поправки к закону посвящены «Латвия с газа». Всерьез государство намерено контролировать только энергетику. Телекоммуникации и СМИ в список включили чисто автоматически. Я думаю, за компанию. Я думаю, за компанию, но на всякий случай. Но есть еще одна сделка, которую имели в виду законотворцы. На этой неделе шведская компания MTG, владеющая, среди прочего, самым рейтинговым каналом «Латвии ТВ-3», продала все свои медиа-активы американской компании P.E.P., славной тем, что все скупленные СМИ она превращает в коммерческий развлекательный продукт, а потом продает подороже. Теперь сделку могут повернуть вспять. Ну а после воспользоваться новыми поправками для контроля за СМИ, уличенными, например, в симпатиях к России. Я думаю, стоит интерес. Это связано, несомненно, прямо скажем, что же тут скрывать, информационным влиянием России. Это несомненно. Это та тема, которая очень беспокоит наших политиков, вполне обоснованная, я думаю. Одним из инициаторов поправок была глава комиссии по госбезопасности Солвита Аблтыня. Она признает, что авторы держали в голове сделку МТГ, но возможность дальнейшего превращения закона в инструмент цензуры решительно отрицает. Им и должно быть у государства инструменты, если этот бизнес, который принадлежит какой-то другой стране, чтобы он не навредил информационной среде, чтобы мы могли быть уверены, что там не будет пропаганда, какая-то неприемлемая пропаганда нашей стране. Какие бы намерения не декларировали законотворцы, фактически государство получило право проверять владельцев СМИ на лояльность. Впрочем, латвийские журналисты обеспокоены этими новостями чуть меньше, чем принято считать. Глава профильного профсоюза Юрий Спайдерс, призванный защищать права работников медиа, считает, что независимость прессы – миф. И от влияния извне журналисту все равно никуда не деться. Да какая разница, кто будет на него влиять? Государство не является самым плохим владельцем, к примеру. Наоборот, порой некоторые частные владельцы определяют редакционную линию гораздо жестче. Другой взгляд на проблему у одного из самых известных медиа-менеджеров Латвии, некогда основателя канала ЛНТ, а сегодня владельца канала «Рига-24» Андриса Экиса. Попытку государства подчинить СМИ он признает, но считает ее смешной, неэффективной и потому не страшной. Нет, я могу обойти это, я еще не скажу как, но я сто процентов уверен, что можно обойти это все. С государственной точки зрения это звучит, ну как будто правильно, что он так сделал. Но это все устарело и уже неактуально, потому что сейчас весь мир поменялся, потому что бесплатное телевидение умирает. Зрители и вещатели переселяются в интернет, кнопка на пульте теряет волшебную силу. И все же попытка государства напоследок поконтролировать, кому можно общаться с населениями с телевизора, а кому нет, у каждого, кто читал Оруэлла, ну или же в СССР, вызывает чисто инстинктивную тревогу. Ольга Шакина, Балтия неделя. Мы неделим новости на приятные и неприятные. Какая жизнь, такие новости. Обзор новостей по материалам балтийских СМИ подготовил Андрей Лешкевич и узнал много интересного. Нарушил нормы использования государственного языка, получи не просто штраф, а очень большой штраф. Одна из правящих партий Латвии, Национальное объединение, предложила строже наказывать за нарушение закона о госязыке. До 700 евро для физических лиц и до 10 тысяч для юридических. Политики не скрывают, что этот законопроект специально разработан в связи с казусом Ушакова, мэра Риги. На своей странице в Фейсбуке он позволяет себе общаться с горожанами не только на латышском, но также переводит текст на русский и английский, за что суд ранее оштрафовал мэра на 149 евро. Ушаков заплатил штраф и вновь продолжил информировать жителей сразу на трех языках. В Национальном блоке считают, что наказание в 10 тысяч евро с последующим увольнением поставит мэра Риги на место. Не секрет, что литовцы все чаще ездят за продуктами в Польшу, где товары дешевле почти вдвое. Но журналисты выяснили, что теперь набирает популярность и новый вид услуг. Литовцы везут к соседям трупы своих родных, так как в Литве работает только один крематорий, а в Польше их 46, и цены там вдвое ниже. При этом формально жители Литвы занимаются контрабандой трупов. Для транспортировки через границу тела умершего человека требуется собрать целый пакет документов в таможенную службу. Однако европейские границы открыты, а сами таможенники больше следят за перемещением наркотиков, оружия, денег, а не покойников. Таким образом, возле польских крематориев каждую неделю можно увидеть микроавтобусы с литовскими номерами. Сейм Латвии одобрил запрет на использование в цирке диких животных. Новые поправки будут распространяться на все гастролирующие в Латвии цирковые трупы. Это решение Сейм принял на фоне требований защитников животных, которые провели массовую манифестацию и подали петицию за человечный цирк. Правда, животные в цирке останутся, но только домашние и сельскохозяйственные. То есть кошки, собаки и кони по-прежнему будут демонстрировать чудеса дрессировки. А вот медведь с балалайкой отправится на покой. Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В Латвии появилась группа интернет-добровольцев, которые называют себя эльфами. Они объяснили, что задача эльфов — бороться с троллями, то есть с теми, кто пишет в киберпространстве гадости про Латвию и выставляет ее страной-неудачником. Эльфы, в противоположность троллям, будут повышать уровень знаний читателя и писать под комментариями троллей достоверную информацию без оскорблений и лишних эмоций. Автором этого добровольного подразделения является бывший сотрудник МИДа. Он рассказал, что российские тролли уже успели атаковать их Facebook-страницу, и ее пришлось временно закрыть. На данный момент эльфы объявили набор новых штыков в свой отряд, однако предупреждают сразу — школьников не берут. Эстония сотворила сенсацию. Национальная футбольная сборная разгромила одну из сильнейших европейских команд — Хорватию со счетом 3-0. Эстонцы сдержанно ликуют. Особая их радость понятна на фоне неудач соседей. Литовцы 0-3 уступили чехам, а сборная Латвии совсем развалилась при виде грузин — 0-5. После этого главный тренер латвийской команды подал в отставку. Правда, все эти игры носили товарищеский характер, а вот в официальных встречах эстонские футболисты мало чем отличаются от балтийских коллег. Пока результаты плачевные. Ну и на прощание история со счастливым концом. Эстонские спасатели на этой неделе публиковали видео одной своей операции. На наших глазах разворачивается настоящая гонка со временем, и до последнего момента непонятно, кто выиграет. Хотя мы догадываемся, что все не просто так. Ролик носит назидательный характер. Но нельзя рыбачить на весеннем льду. Наверняка этот пожилой с интеллигентной бородки человек в очках в тонкой оправе и сам неоднократно наставлял своих детей и внуков. Ну... В общем, спасатели действовали быстро и эффективно. Документальное видео в жанре экшн стремительно набирает популярность. Это была программа «Балтия. Неделя» 26 выпуск. Увидимся здесь же через неделю на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова